Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодняшняя встреча, которая проводится в Срединском монастыре, в частности в актовом зале Срединской семинарии, проводится совместно с библейским порталом экзегет.ру. Кафизма 2, Псалом 13. Псалом 13 – это плач о везде присутствии злых людей в мире. Для описания нечестивых используется понятие безумец, навал, буквально глупец, пустышка. Это понятие, характерное для литературы мудрости. Тот, кто презирает мудрость, тот глупец. Начало премудрости – страх Господень. Глупец – это не человек, который вовсе лишен разума. Его мораль повреждена. Он развратился и совершает гнусные дела. Однажды царю Давиду пришлось иметь дело именно с таким безумцем, соответствующим, говорящим именем навал. Ибо каково имя его, таков и он, сказано в книге царств. Навал – имя его, и безумие его с ним. Только тогда, когда мы знаем текст оригинала, мы можем почувствовать игру слов. Что значит «навал» и «безумие его с ним». Потому что само по себе имя «навал» означает глупость. Может быть, имя собственное в последующем и стало именем нарицательным. Итак, глупость – имя его, и безумие его с ним. Таков параллелизм. Псалом 13 подчеркивает, что широко распространившееся безумие получает начало в безбожии и заканчивается аморальным поведением. Плащ псалмопевца заканчивается устремлением к лучшему дню, когда народ Божий возвратится из плена. Псалом 13 очень-очень напоминает Псалом 52. Их можно назвать дублетными, поскольку данные тексты, за исключением всего нескольких фраз, совпадают друг с другом почти слово в слово. Стих 1, 13-го псалма. «Убежденный безумец, который откровенно заявляет, что нет Бога». Очень похож на современного атеиста. Даже если он формально причисляет себя к какой-либо религиозной традиции, по факту для него Бог не авторитет. Его безбожие по данному псалму идет в параллель с развращением и гнусными делами. Повторяемые дважды слова «нет делающего добро» говорят о том, что поступки такого человека не считаются добрыми, какими бы они ни были. Фраза «все уклонились», «сделались равнонепотребными» из 3-го стиха является гиперболой. «Все» не подразумевает развращение всех 100% населения, но говорит о большом количестве людей, которые стали Богу неприятны. Псалмопевец был среди тех, кто искал Бога. Следовательно, сам себя он к этим всем не причисляет. Однако, видимо, ситуация была настолько трагичной, что его оценка окружающих людей уподобилась характеристике человечества перед потопом, когда всякая плоть извратила путь свой на земле. В Вавилоне сыны человеческие также отвернулись от Бога, возжелав построить башню до небес. Господь буквально сошел, чтобы посмотреть на их город и башню, а потом лишил их понимания друг друга, смешал язык и рассеял из Вавилона по всей земле. По 13-му псалму Господь с высоты небес посмотрел на сынов человеческих, но не сходил к ним. Он не увидел в них ни интуиции, ни проницательности, ни способности к познанию и обучению, о чем говорит исходная терминология 4-го стиха 13-го псалма. Вместо того, чтобы искать Бога, люди отвернулись, буквально уклонились, повернули назад от Него. Тонкое указание на возвращение из плена дальше в 7-м стихе этого же псалма может служить намеком на то, что в отличие от рассеянных по земле сынов человеческих потомки Якова вернутся из Вавилона, соберутся на Сионе и будут ликовать и радоваться. По данному псалму, как и по псалму 10-му, Бог испытывает сынов человеческих, различает праведных от неправедных. Автор 11-го псалма жалуется, что уже почти не осталось праведных, ибо нет верных между сынами человеческими. Остаток этих бедных и нищих Бог, по данному псалму, вставляет в безопасное место, а устальстивое уничтожает. Противопоставление богобоязненных бедных и забывших о Боге богатых, которые буквально объедают народ, является постоянной темой пророческих обличений. В частности, для укорения Давида во грехе пророк Нафан употребил образ поедания богатым человеком овечки, бедняка. Еще один намек на Давида мы видим в слове «прибежище», которое означает место, где можно спрятаться от преследования. Поиск «прибежище» был очень актуальным для Давида, который неоднократно прятывался от преследователей в пещерах среди скал. В 13-м псалме таким прибежищем в первую очередь является Господь. Спасению Израилю приходит Сиона, по 7 стиху. Вероятно, под Сионом здесь понимается прежде всего Дом Божий, храм, как источник божественной помощи. Последнее предложение данного псалма, указывающее на возвращение из Вавилонского плена, может являться позднейшей добавкой к основному тексту псалма, который был составлен, вероятно, еще до Вавилонского плена. С христианской точки зрения разделение по национальному признаку между «моим народом» и «делающими беззаконие», которое прослеживается в данном псалме, было в последующем преодолено в посланиях святого апостола Павла, который, используя цитату из данного псалма, показывает универсальность греха. «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы», говорит книга Экклезиаста. Когда Павел цитирует слова «нет праведного ни одного», он тут же добавляет «как иудеи, так и эллины все под грехом». По апостолу Павлу ни у кого, включая иудеев, которым был вручен закон, нет преимущества пред Богом, потому что все согрешили и лишены славы Божией. И только с явлением правды Божией на земле в лице Иисуса Христа человек получил возможность обрести то оправдание, которое дается ему даром через веру в Иисуса Христа.